Каждый день ломаются, но останавливаются и все. Почему-то застревают люди. Я довольна в своем пятом подъезде. У нас хорошо работы, поломок не было у нас. Столь разная картина объясняется отношением самих собственников к общедомовому имуществу. Таким является и лифт. Представители комиссии с этим фактом согласны, однако не снимают ответственности и с организацией, которые технику обслуживают. Сегодняшняя задача надзорных органов – проверить, как обеспечивается безопасность подъемников. Ограничитель скорости лифта служит для остановки лифта при превышении его номинальной скорости на 10%. Этот кожух, чтобы защитить электромеханика от движущихся частей. В первом подъезде он был скорее, а дальше уже не было. Еще в списке нарушений – отсутствие в машинном отделении защиты от удара током, данных об испытании оборудования, в кабинах, кнопок запуска лифта и информации об эксплуатации. Между створками дверей шахты и по ее периметру большие зазоры, свыше нормированных 8 мм. Комиссия фиксирует все, что может стать причиной трагедии. Ростехнадзор вправе планово осматривать лифты один раз в три года, поэтому ответственность за безопасность ложится и на плечи самих жильцов, нужно вовремя сообщать о поломках, и на ремонтные компании. Представители последних на объекты по регламенту выезжают каждый месяц. Если по пятибалльной системе оценивать лифты, которые мы обслуживаем, я считаю, есть техническое состояние на четверку. Но нюанс есть какой. Каждый лифт после 25 лет эксплуатации по регламенту, он обязан пройти либо глубокую модернизацию, либо капремонт, либо быть заменен. Замечаниям и нарушениям им, конечно, будет дана необходимая правовая оценка. Если же нарушения будут касаться безопасности граждан, то я думаю, мы пойдем и вплоть до судебного понуждения обязать провести необходимые технические работы и привести либо приостановить деятельность этих лифтов. Сотрудники управляющих компаний не скрывают. На устранение предписаний, если такие будут и в их адрес, понадобятся деньги. И немалые. Предстоит искать. Денег, как обычно, не хватает. То есть жильцы имеют задолженность. Соответственно, взыскиваем задолженность жильцов собственников многоквартирных домов и, соответственно, расплачиваемся с организацией, с которыми заключены договоры. Проверки высоток с лифтами продлятся в республике до 3 февраля. Помимо восьми абаканских строений, комиссия посетит также Черногорск и Саиногорск. В первую очередь осмотрят подъемники, которые Ростехнадзор считает самыми неблагополучными. Наталья Гармашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.